Девушки отдыхают А у нас есть варианты? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мистер Хант Вас обеспокоит доктор Норман из больницы Брэдфорд Вы в который раз не появились на плановом осмотре? Все в порядке? Да Забыл предупредить Боли в груди не беспокоят? Вы продолжаете принимать препараты? Поймите, очень важно не переставать принимать препараты, чтобы не произошло отторжение органа Это не шутки, мистер Хант Подумайте о себе и своей супруге Не смею больше задерживать Кажется, мы Любили друг друга Боли в груди не менее Девушки отдыхают Я поймал себя на мысли, что совершенно неважно верите ли вы в мистику или являетесь убежденным скептиком. Ведь всего один заданный вопрос делает так, чтобы мы все были в одной лодке. Вопрос обычный, но такой волнующий. Есть ли жизнь после смерти? Интересно, не так ли? Что же нас всех ждет по ту сторону? И эта неизвестность на самом деле пугает. Ведь мы не знаем. Никто не знает. А люди, которые заявляют, что знают на самом деле очень сильно обманывают себя и окружающих. Неизвестно даже к чему придут ученые и придут ли вообще. У всего этого есть рациональный ответ или же мы наконец столкнулись с чем-то потуссторонним. Бесполезный ты кусок говна. Раз даже дедовский способ не помог, то придется разбираться самому. На самом деле жизнь после смерти это очень обширная тема, которая связывает науку и эзотерику в нечто единое и скорее всего это достойно целого цикла роликов. Но сегодня пристегивайте ремни. Нас ждет что-то очень необычное и поверьте простым бракобесием тут и не пахнет. Все куда сложнее и интереснее. Вы когда-нибудь задумывались, как формируются наши мысли? Где хранятся воспоминания? В конце концов куда все это денется после смерти? Когда вы засыпаете, вы просыпаетесь. Закрыли глаза и открыли через мгновение, но я как большинство людей в замешательстве. Как можно заснуть и не проснуться? Куда исчезнет личность? Что с ней станет? Просто исчезнет как ее и не было до нашего рождения? Как можно не существовать? Не понимаю. Хоть убейте. Не надо. Я пока не готов это выяснять. Сегодня мы поднимем очень важный вопрос. Умирают ли ваши воспоминания после смерти и как все это связано с трансплантацией? Прямо сейчас десятки тысяч людей по всему миру находятся в листах ожидания новых органов. Раньше эти люди были обречены, но теперь у них есть шанс. А все из-за потрясающего научного достижения, которое может спасти жизнь. Трансплантация. Это сложнейшие операции и их на самом деле проводят сравнительно не так много из-за небольшого количества доноров. Логично, что ожидающим людям хочется выяснить побольше, что их ждет и как все пройдет. А из доступной литературы сложные научные публикации и рассказы тех, кто уже это прошел. Все очевидно обрастало слухами и появилось вот это. С каждым годом операции подобного типа проводилось все больше. И с каждым годом появлялось все больше сообщений от реципиентов, что они чувствуют нечто странное. Их личность как будто менялась. Появлялись новые увлечения, привычки и даже воспоминания, которых у них не могло быть. Это все списывали на совпадение, пока ученые не начали исследовать этот феномен и не выяснили, что эти привычки и воспоминания принадлежат донору. Научные исследования, рассказывающие об этом. Книги, написанные людьми, пережившими операцию. Все это неизбежно отразилось на популярной культуре. Клеточная память. Так это называют. Концепция заключается в том, что память хранится не в разных отделах мозга, как предполагалось раньше, а находится в молекулах РНК, что означает пересадить воспоминания возможно, как в киберпанке. И даже не важно, что это будет за орган. Исследование также показало, что рецепенты не хотели бы получить его от убийцы или любого преступника, так как уверены, что они вместе с новым органом получат то, что изменит их не в лучшую сторону. Они боятся делать пересадку, которая спасет им жизнь, потому что боятся потерять личность. Да, ну и дела. Разумеется, я все это услышав, как оголтелый побежал проверять эту хрень и как бы вам сказать-то, нашел всему этому научное подтверждение. Вполне вероятно, что правда смешалась с догадками и все превратилось в городскую легенду. Подумал я и начал разбираться глубже. И сегодня, досмотрев этот ролик, вы сами примите решение. Ведь вполне вероятно вывод вас удивит. Мы разделим повествование по главам, чтобы углубиться в каждую часть по отдельности. А начнем мы, как всегда, с истории. Зачастую клеточную память ассоциируют с пересадкой сердца. Но если такие операции начались относительно недавно, в 60-х, то история клеточной памяти началась задолго до этого. Очень задолго. Вероятно, вы слышали, что древние племена практиковали каннибализм. Также вы наверняка слышали, что они могли, допустим, съесть сердце своего врага, чтобы забрать его силу. Так называемый экзоканнибализм. Поедание тела человека вне своей социальной группы. Например, человек из другого племени. И хоть такое действительно практиковали, но сейчас это связывает скорее с максимальным доминированием над противником. Хотя никто не исключает, что они могли это делать, потому что верили, что получают их силу. Сейчас это сложно проверить. В любом случае, это отразилось на популярной культуре в виде фильмов или, допустим, видеоигр. Где поглощая противника, ты получаешь разные способности. Каннибалы едят сырца, чтобы завладеть душем. Есть верование, что если съесть сердце врага, то не только завладеешь его силой, его кровью, но также его душой. Его сила исходит от душ побежденных воинов. Он ест легкие, чтобы дышать. То, что он съест, появляется у него. Антинаучная глупость, скажете вы, кто в современном мире вообще в это поверит? Я согласен, полная херня. А что, если приправить это научным соусом? Как я вам уже говорил, вы можете не верить в откровенную дичь, но если же она будет высказана другими людьми под другим углом, то вы еще как поверите. Перенесемся немного вперед, оставив мистику и ритуалы позади. Литература и кинематограф. Среди вас многие любят хорроры, как и я. Мы все фильмы ужасов называем хоррорами, даже не задумываясь, что у них оказывается есть подвиды. Вот например фильмы ужасов, где показывают какую-то трансформацию тела, аугментацию, какие-то мутации, пересадки и все в таком духе называют боди хоррорами. Одним из первых представителей этого жанра принято считать написанный в 1818 году роман Франкенштейн. Потом к этому присоединился Герберт Уэллс, Конан Дойль и другие именитые писатели. Но сегодня нас интересует более поздний боди хоррор, написанный Марисом Ренаром в 1920 году. Руки Орлока. Фантастический роман о пианисте, который потерял свои руки, но врач-трансплантолог пересаживает ему руки от убийцы и у пианиста возникает желание убивать. У этого романа как минимум 4 экранизации по мотивам. И разумеется интересная идея о том, что у тела существует память и эту память можно подсадить кому угодно, оставила след в дальнейшем кинематографе и умах людей. Все это вкупе пропагандирует идею о том, что клетки, кровь, само тело может хранить воспоминания и мозг в этом не участвует. Занятное мракобесие, скажете вы. Я бы с вами согласился раньше. В этом исследовании 34% опрошенных рецепиентов верили, что могли бы получить с сердцем новые качества от донора. В этом 6% заявили о явном изменении личности после операции, а в этом приводятся параллели между донором и рецепиентом. И что самое удивительное, привычки действительно пересекаются. Удивительно это потому, что рецепиентам запрещено выдавать что-либо о доноре. Они просто не могли этого знать. Так что если вы думали, что это какая-то шутка, исследования с вами не согласятся. Мы к ним еще вернемся, но для начала, так сказать, для разогрева предлагаю обсудить несколько случаев, упомянутых тут. И у меня к ним большие вопросы. В 2006 году газета Daily Mail сообщает, что 63-летний Уильям Шеридан был серьезно болен и нуждался в новом сердце. Пока он ждал подходящего донора, проходил арт-терапию. И его первые попытки рисовать были похожи на потуги ребенка. Ну или меня, если бы я хотел что-то подобное нарисовать. Но не суть. Главное, что после пересадки его художественные способности выросли в разы. Я тоже приятно удивлен, какая красивая картина. Жаль только, что ее написал не Уильям Шеридан. Хотя согласитесь, такой поворот событий было бы сложно объяснить. На самом деле в газете была показана другая картина. Как по мне даже лучше. Обожаю арт-хаус. И тем не менее прогресс действительно какой-никакой есть. Жаль только, что газеты забывают, что от нечего делать человек все время практиковался и не сказать, что это огромный прыжок в качестве. А донором, кстати, был обычный бизнесмен, а не художник. По словам его мамы он просто любил рисовать. Хотя даже рисунка в пример не приводится. Как по мне это просто поиск связи там, где ее нет. Но следующий случай уже интереснее и более доказан. Это наверное самый популярный кейс из всех, которые сегодня будут. Профессиональная танцовщица Клэр Сильвия умирала от болезни, которая называется первичная легочная гипертензия. Такого даже врагу не пожелаешь на самом деле. Ей необходима была пересадка сразу и сердца и легких. Казалось бы, пиши пропало, где найти сразу и то, и то. Доноров и так немного. Но случается чудо. Правда только для нее. Не так далеко 18-летний парень разбился на мотоцикле и скоро нужные органы будут доставлены в больницу. Операция, к счастью, прошла успешно. Но после нее началось нечто странное. Надеюсь, вы готовы. В своей книге бестселлере она вспоминает о том, что было много репортеров после операции. И на вопрос, что бы вы сейчас хотели, она ответила, что хотела бы пиво. Пиво, Карл. Все очень удивились. И она тоже ведь не выпивала, а тут вдруг и захотела. И в тот же вечер она подумала, а что если донор тоже любил пиво? А что если сердце содержало в себе набор его качеств? Доктор, какой отличный донор. Я больше не съем ни кусочка. Можно пиво? За кринж извини. Но это не я испортил такую историю пивом. Но да ладно, это было только начало. У нее появились другие привычки и качества от донора. Повторюсь, рецепентам ничего не говорят о доноре вообще. Как тогда такое может быть? После прочтения всех материалов у меня начали возникать вопросы. Клэр недоусмысленно дает понять, что изначально знала, что это был 18-летний парень, который разбился на мотоцикле в таком-то штате. Я не знаю как и почему ей рассказали, но это факт. Далее происходит еще более мистическая мистика. Ей снится парень по имени Тим. И она понимает, что это и есть тот самый донор. И забегая вперед скажу, что его и правда звали Тим Ламирант. Крипово, не так ли? Ну а давайте представим, что можно сделать, если тебе отказываются сообщать любую информацию о доноре, но ты очень хочешь отблагодарить его семью. И почему-то тебе зачем-то проболтались о том, что это 18-летний парень, разбившийся на мотоцикле. Нет ничего проще, чем открыть некролог дня твоей операции и посмотреть. Вуаля. У нас есть имя. Потрясающе. Теперь можно сообщить, что оно тебе приснилось. Разве нет? Ведь некролог был с самого начала. А версия со сном и всякой паранормальщины появилась намного позже. Смекаете? По крайней мере в газетах эта версия появилась через пять лет после операции. Почему не сразу? Не хотела придавать огласки? Тогда почему после этого она написала книгу и по этой книге сняли фильм? Допустим, вы получаете сигналы, как будто он еще жив, как будто импульсы из вашего нового сердца. Это называют клеточной памятью, когда вы наследуете аспекты личности вашего донора и даже его душу. И, кстати, насчет пива я не нашел в ее первых интервью и слова об этом. Ощущение, что все это было придумано разом и для написания книги. Ладно, это мы допустим смогли объяснить. Но как насчет того, что ей внезапно начали нравиться сникерсы, зеленый перец и жареная курица из забегаловки? И когда они встретились с родными этого парня, они сказали, что он тоже это ел. Это нельзя скинуть на совпадение или найденную информацию. Это нечто большее. Большее именно. Не секрет, что операции по пересадке очень серьезные, а организм не очень-то хочет принимать орган, который ему не принадлежит. Поэтому рецепментам выписывают иммуносупрессивные препараты, которые они могут принимать даже до конца жизни. Они угнетают иммунную систему, чтобы предотвратить отторжение нового органа. И что самое неприятное, у них дофига изученных побочек. Возьмем в пример один из самых популярных препаратов, преднизолон. Экстремальная смена настроения. Очень интересно. Стимулирует аппетит, от чего происходит быстрый набор веса. Вы просто едите как не в себя все подряд. Поэтому новые вкусовые предпочтения легко объяснить и они правда могут совпасть с тем, что ел донор. Я очень люблю макароны с сыром, бургеры с говядиной и роллы Филадельфия. Желательно все сразу. Ставь лайк, если наши вкусы совпали. Далее из побочек серьезная депрессия. Как вариант был веселый, а стал подавленным. Вполне себе изменение. И мое любимое изменение в личности. Еще раз. Это самые распространенные побочки, самого популярного препарата. И это объяснило вообще все. Ну а если нет? Продолжай. Я стараюсь аккуратно подходить к этой теме и ни в коем случае не утверждаю, что у Клэр в жизни ничего не поменялось и она все придумала. Наоборот. При такой операции перемены неизбежны. Это в прямом смысле вторая жизнь, второй шанс. В конце концов люди начинают делать то, что не сделали бы до операции из-за проблем со здоровьем. Их могут менять препараты. А из-за магического мышления они совпадение воспринимают как что-то сверхъестественное. Особенно если мы имеем дело с таким эффектным органом, как сердце. Многие говорят, что они стали умнее, лучше запоминают, здоровье стало лучше. И связывают это с качествами донора. Серьезно? Но ведь очевидно, что здоровье станет лучше с нормальным-то сердцем. Не так очевидно насчет лучшей памяти. Но есть данные, доказывающие, что при пересадке сердца память действительно становилось лучше. Это связывает с плохим кровотоком из-за старого сердца. Мне понравилось, как в одном исследовании это привязали к психологическому эссенциализму. Это что-то вроде философии, предполагающей, что у всего вокруг есть своя сущность. Своя идентичность. Свой смысл, которому не в силах даже уловить. Вот такая вот уловка человеческого мышления. Если сердце одного человека имеет нечто большее, чем ткань и кровь, то это нечто передастся и другому человеку. И вроде бы на этом можно заканчивать, но, боюсь, не все так просто, друзья. Должна же быть причина, по которой эти случаи распространялись настоящими учеными. Может скептики просто не поняли их посыла. Самыми главными распространителями научной информации об этом являются нейропсихолог Пол Пирсел и доктор психологии Гэри Шварц. Тут вы можете видеть их заслуги и научные труды. В их авторитете сложно усомниться, а поэтому их исследование приводится как доказательство. У них есть даже совместные, в которых можно прочитать о тех случаях, которые были выше. А Пол Пирсел даже книгу выпустил об этом, где утверждается, что клеточная память при пересадке не выдумка. Расскажу вам последний описанный случай, который поразил меня больше всего. И этот случай вызвал большой резонанс. Чтобы не быть голословным, давайте посмотрим вырезку с канала Наука от Discovery. В одном деле участвуют две маленькие девочки. Восьмилетняя девочка получает сердце от десятилетней жертвы убийства. После операции по пересадке сердца этой молодой девушке стали сниться сны. И в этих снах она видела, как другую девушку убивают. И детали насчет убийства были настолько точными, что были переданы в полицию. Эта информация помогла поймать убийцу и привлечь его к ответственности. Как объяснить, что девочка знала подробности убийства, которых никто не знал, если только она каким-то образом не взяла эту информацию из органа внутри нее? Если честно, когда я это услышал, у меня мурашки по коже пробежали. Неужели такое бывает? Это же что-то за гранью. Это сломало все наши представления о памяти и где она находится. Если бы конечно все это было правдой. На самом деле это было сказано кем-то без имен и доказательств и добавлено в исследовании. Если бы это было правдой, то об этом бы знал хоть кто-то. Например полиция. А такой информации даже в газетах нет. Каждый случай это просто набор слов, которые невозможно проверить. И тут возникает вопрос, а что это вообще за ученые и почему им верят? Это тот самый Герри Шварц. Только на этом видео он читает лекцию на собрании научных спиритуалистов. Назовем это так. И рассказывает, что они разрабатывают телефон или приложение для общения с потусторонним миром. Очень надеюсь они не собираются изобретать еще одну помойку со сломанным радио. Я говорю или здесь что-нибудь есть? Да. У меня что? Нет. Дело в том, что Герри Шварц может и имел хорошие научные труды, но в какой-то момент столкнулся с паранормальным, как он считает. И посвятил жизнь исследованию потустороннего. Там не возникает вопрос, а что если существует загробная жизнь? Там дается точный ответ. Да. Существует. С чего взял? Откуда знает? Просто похер. Его ловили на неточности и предвзятости в исследованиях. Все делалось в угоду доказательства существования загробной жизни. На земле существует множество языков, но ты выбрал язык фейков, Герри Шварц. А теперь доктор не выглядит как авторитет. Не так ли? Доктор Пол Пирсел поддерживал идеи Шварца и написал множество популярных книг бестселлеров. Вопросики закрались после того, как зайдя на его сайт, увешанный регалиями и наградами, удалось выяснить, что добрую половину из них он сам себе придумал. Есть даже награда, на которую он претендует, но также на нее претендует и другой ученый вообще из другой области. Не суть, может преувеличил. Давайте почитаем его книгу-биографию, которая называется «Творить чудеса». Мы окружены энергетическими полями, которые определяют наше развитие. Научный принцип вибрационной энергии доказывает, что наши тела, даже когда они повреждены или больны, являются прекрасными сосудами для временной локальной организации энергии нашего духа. Чудеса случаются, когда мы освобождаемся от идеи, что мы – это наши тела. Будьте связаны с энергией любви вокруг вас. Я не понял. Ну очень интересно. Наука? А теперь вернемся к его книге про трансплантацию. Исследователи обнаружили, что вода, как и все в космосе, содержит, воспринимает и посылает тонкую энергию и обладает собственной формой жидкой памяти. Если даже простые вещества можно зарядить, а затем они запомнят точную информационную энергию, то, безусловно, клетки человека могут делать то же самое. Действительно, этот доктор ссылается на память воды и космоса и сравнивает это с клетками в человеческом теле. И все схавали, потому что не умеют читать между строк. Да и вообще, видимо, его книги не открывали. Вдвойне забавно, что поддерживали их в этом разве что духовные целители и научные журналы альтернативной медицины. По секрету скажу. На самом деле ученые не являются образцами рациональности, объективности и непредубежденности. И такие вот кадры вообще не новость. И теперь вопрос на миллион. Если учесть, что случай никак нельзя доказать или проверить, а главные ученые могут продвигать свою точку зрения, то какой вывод мы сделаем? На самом деле то, что я сказал ранее не играет никакой роли в общем феномене клеточной памяти. Ведь он, как бы вам сказать, возможно существует. Вообще популяризировал клеточную память и РНК память достаточно спорный биолог Джеймс МакКоннелл еще в 50-х. Он взял плоских червей планарий, которые, как я вам уже рассказывал, могут регенерировать себя полностью. Даже если их измельчили на много кусочков. Из каждого куска вырастает новая особь. И стоял над ними множество экспериментов. Например, бил током, когда включал свет. Отчего у них вырабатывался рефлекс, как будто их бьют током при включении света, даже если разряда не было. Но дальше было еще отвратительнее. После того, как он их обучил, разрезал планарий надвое, ждал пока вырастет новый червь и проводил те же эксперименты. Суть в том, что новые особи обучались быстрее. Как будто у них остался в памяти тот рефлекс до разделения. Его это очень сильно удивило, но он не остановился. Он заново обучал червей, потом кромсал их на мелкие куски и скармливал их тем червям, которые еще не обучались. Это, если честно, звучит как будто фильм ужасов про врача-психопата, но в то время и не такие эксперименты проводились. В общем, после каннибализма необученные черви обучались быстрее. Это означало только одно. Все, что мы знали о памяти до этого момента, не истина в последней инстанции. И возможно древние народы не заблуждались на этот счет. Эксперимент стал популярен, вызвал массу одобрения и укоренил идею о том, что существует клеточная память. И даже до сих пор на это ссылаются. Некоторые черви могут постепенно научиться проходить лабиринт. Если этих червей умертвить и скормить их другой партией червей, то те вторые проходят этот лабиринт с первой попытки. Они получают знания вместе с пути. Только есть небольшая проблемка. Исследования не могли воспроизвести. Кто-то пробовал на тех же планариях, мышах, рыбах, у кого-то получалось, но в большинстве случаев нет. А невоспроизводимость эксперимента в науке чуть ли не равно тому, что это просто ошибка или фейк. Сейчас все сводится к тому, что эксперимент был неправильно поставлен и вообще черви могли идти по оставленному собой следу. Хрен разберет вообще как и что он там экспериментировал. По итогу плохая репутация ученого и невоспроизводимый эксперимент сделали так, что клеточную память официально считают лженаукой. Да, все что я вам сказал до этого считают лженаукой. Представьте, несмотря на то, что многие ученые это поддерживают. Даже несмотря на то, что в 2012 году все-таки смогли повторить его эксперимент. Только с разрезанием, а не каннибализмом. И получилось. В этот раз все происходило без участия человека, чтобы случайно ничего не изменить. А данные нас просят интерпретировать самим. Даже несмотря на то, что в 2018 году у других ученых получилось подсадить память от улитки к улитке благодаря инъекции РНК. Потому что стоит вопрос воспроизводимости и этих одиночных исследований. Если говорить коротко, то науке в данный момент неизвестен механизм, при котором была бы возможна передача памяти. А кто знает, что будет в будущем? Жесть как интересно. Но один вопрос мне не дает покоя. Если речь про то, что РНК молекулы могут содержать память, то почему это связывает только с пересадкой, а не допустим переливанием крови? Который происходит совсем в других масштабах по всему миру и никто что-то не сообщает об изменениях личности. Странно? Странно. А у человека, которому пересадили сердце свиньи возникала мысль поваляться в говне, например. И если учесть, что РНК есть во всех живых организмах, в том числе и растениях, то... Огурец дает прохладу, влажность и скорее всего силу земли. Скептический взгляд нам подсказывает, что в сегодняшних историях может оказаться главной сама операция, а не трансплантат. Мне кажется, что именно магическое мышление заставляет людей придать значение такому серьезному событию, как пересадка органов. То, что такие операции демонизируют, когда их и так немного из-за дефицита, только усугубляет ситуацию. Люди и без того переживают. Пугать их лишний раз совершенно ни к чему. Но теперь задумайтесь на секунду. А что если в дальнейшем наука сможет доказать перенос памяти на червях или улипках и критики были неправы? Вряд ли, конечно, это может передаваться через еду, как в невоспроизводимом эксперименте с плоскими червями. Иначе я бы сейчас был в флешбеках с полей теплиц. Но а вдруг работают другие методы? Будет ли это работать и с людьми? Может ли оказаться, что новая память при пересадке это правда? Сможем ли мы передать друг другу эти воспоминания? Вас подозревают в измене? Показал воспоминания. Увидел что-то, что не может доказать, например, НЛО? Показал воспоминания. Это было бы удобно, но проблема в том, что человек увидит еще и то, что ему не следовало видеть. А это уже будет сюжет для серии черного зеркала. А сможем ли мы передать именно то, что хотим? Звучит нереально. Но ведь раньше люди даже представить не могли технологии, которые мы имеем сейчас. Подумайте об этом. Кто знает, вполне возможно в любой момент наше понимание мира и сменится. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok